Когда это пригодится? Мы его венец. А мы же все оплатим. Это оплата есть. В любой аренде. Там публикуют уже. Ну, у меня это день папа. Ну, так нет. Ну, пошли. Я не считаю, что он был в руках. Почему, что он не сомнел? Вот они адреса. Вот девятиэтажный колясочный. И вот напротив здесь стоит фиоск. Так запишись. Пожалуйста, я не знаю, какой адрес этого дома. Вот колясочный. Вот там работает Марк. Да? Я вам адрес расскажу. Вот стоит Марек. Открыто. Прямо сейчас пойдемте кушать наркотики. Это считается как... Я уже посмотрел, где он здесь находится. Вот стоит киоск с ямайским флагом. И вот здесь, в колясочный, вот открыто. Прямо две наркоточки тут же, в моем районе. У меня маленький ребенок растет. Я очень не хочу, чтобы они здесь находятся. Надо их убирать. Пускай кто-то хочет это купить или где. Но пускай это будет в каком-то отвезенном. В Амстердаме. Это сделано. Пожалуйста, я не против. Я не ханжа совсем. Я не против проституции наркотиков и всего остального. Легких наркотиков. Пожалуйста. Но пускай это будет где-то в каком-то определенном. Да. Здесь детская площадка, вы видели, да? Ямайский флаг, да? И тут же торгуют наркотиками. Пускай это где-нибудь в Болдерай там отвезут это все. И пускай они там тусуются в Болдерай. Или где-то. Мы можем поковлять... Старшек. То есть, я имею в виду, запрещать это не дело. Они все равно будут где-то появляться и так далее. Это надо решить этот вопрос. Есть уже опыт. У меня движение называется Рига без наркотиков. Может быть, видели уже по телевизору. Одну точку мы выгнали, когда мы возле спортивного клуба открылась. Вторая. Задебный переход закрывает. Ситуация в том, что... Вот просто прийти их... Ну, крайне тяжело. Они работают на полностью легальной основе. Тут надо проводить работу с теми, кто сдает. Это помещение... Мне очень интересно просто узнать, чей это варёк. Есть этот варёк, ну, допустим, тому же МЕКО? Ну... Или кому-то. Да. Можно пойти адекватные люди тоже. Кто сдавал им аренду. Да. Поговорить с ними, чтобы они прогнали. Ну, что надо не делать. На детской площадке они... Ну, цветут бодягу. Это один из методов, в принципе. Вот просто идти салитодателем. Я считаю, что в этой ситуации... Так вот, давайте сделаем, как в Амстердаме. Пускай будет где-то отдельный какой-то район. Для проституток, для наркотиков. Для них нельзя классифицировать. Вот что проблема. А, они... Это не окурительная смесь. Это средство для чистки кальяна. Это средство... Это благополучие. Все, что угодно. Ну... Так бы было очень просто. А где-нибудь написали? Запрещено, продавали, и еще попросили. Приватно. Приватно. То есть идет вариант такой, что то, что не запрещено, то разрешено. Представляем какую-то организацию... Ну, пока не представляем. А пока это будет... А пока это будет... Когда? Ну, как будет этот момент... Снимает этот процесс? Год-полтора. То есть, соответственно, пока все эти синие вещества... Они уже новое придут. Они за этот период пока что не торгуют. Потом они придумывают туда что-то новое. Выше... Новый закон был, он ограничил продажу. То есть он просто уменьшил их ассортимент. И надо подумать, тут надо на заказательном уровне придумать... Я считаю, на заказательном уровне не надо запрещать. От запрета мы никуда далеко не уйдем. Да? Потому что это будет еще хуже. Если это имеет спрос и имеет предложение, это имеет место быть. Давайте где-нибудь так, чтобы только к простым, нормальным людям это не имело отношения. Другая ситуация. Я уже с этой темой очень хорошо знаком, что у детей, когда они курят, они попадают в больницу, и у многих не восстанавливается психика. То есть одно дело... Это кошмар, конечно. Легкие наркотики, там, марихуана, еще что-то. А это синтетический наркотик, вызывающий привыкание... Химии, скажем так. И он очень сильно действует. У детей особенно. Поэтому тут вот с этим точно нельзя делать, что их нельзя. Их надо перенять полностью, чтобы этого просто не было. Мы... Я смотрю, сколько уже лет это происходит все, да? Так вот. Честно? Честно? Их закрывают, они исчезают на какую-то неделю-две там, да? Это недавно было. И потом открываются... Да, вот... А потом открываются обратно. Недавно они закрылись, потому что вышел новый закон, который запретил подгруппы наркотиков. То есть есть средства определенных... То есть выделили какие-то, да? Да, выделили. Они сдали все свои товарную экспертизу, посмотрели, что у них... Там нету. Да, вот этим мы можем торговать, этим уже нельзя. Все. Там за один выходной было около 150. Ну подождите, ну а как в России и Белоруссии... Стоп, и все, блин, в тюрьму все. И никаких больше спайсов у них нет. В России спайсов также есть. Ну это ужасно нелегально, насколько я понимаю. Так же, в итоге все это получается так же самое легально, но там общественность немножко относится по-другому. То есть они просто берут, выламывают эти ларьки... Ну я смотрел, тут в криминале как-то кто-то пытался там краской их забросать. Иногда тоже такая мысль приходит. Веду ночью, а болью бензином и сожгу этот ларек. Ну это будет уже криминал. Все, меня посадят в тюрьму. У меня ребята в организации сами уже давно говорят, давай будем все... Просто, так как Робин Гуд, да, шо же. Ну я сам объясняю, ребята, но... Вот вы тут один ларек сожгете и уедешь от 2 года, там потом хулиган перейдет зашкать. Там тоже сгорит в этом лареке, еще неизвестно. В любом случае, самый идеальный вариант был пускай. Оно есть, я знаю, что оно есть где-то там, далеко. Где-то улица Красных Фонарей, которая... Вот у нас идеальный бы вариант был пускай. Это вообще, это мотоцикл. Надо тебе эта наркота, возьми такси и съездим. Давайте оставите мне свой номер телефона. У нас сейчас общий поужащий. Запишите. Юридический адрес. Активные люди всегда требуются, чтобы было... Угу. 20, 30, 40. Очень хорошая работа. 40. 95. Андрей. И Монта. 4. Стивили. 6. Продолжение следует. Стивили. Продолжение следует...